Всем привет, ребят! У меня для вас есть несколько хороших новостей, которые многим из вас понравятся. Я постараюсь сегодня угодить всем, кто смотрит это видео. Итак, с сегодняшнего дня все видео, в которых я голосом буду озвучивать то, что это видео принимает участие в конкурсе, оно будет принимать участие в конкурсе. И это видео как раз-таки первое видео из этой серии. В чем смысл? Я буду раздавать теперь золото игровое не на стримах, а прямо среди зрителей, которые смотрят мои видео. И все, что нужно, чтобы принять участие в розыгрыше золота, это вот этому ролику поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий, указав свой танковый ник. Если вы хотите мне какую-то гадость сказать, скажите ее и укажите свой танковый ник. Если вы хотите что-то приятное сказать, скажите что-то приятное и оставьте свой танковый ник. Совершенно случайным образом из тех, кто поставил лайк этому видео и оставил любой комментарий, Я буду выбирать победителей Ну а для того, чтобы победителю как раз таки и пришло Игровое золото на аккаунт Мне нужен танковый ник Золото приходит автоматически, не через подарки То есть оно сразу появляется на аккаунте Но в течении нескольких недель это может происходить Так что не переживайте Я буду публиковать списки тех, кто побеждает В своей группе ВКонтакте И я планирую, ребят, делать это каждый день Поэтому все, что нужно, чтобы принять участие В розыгрыше голды Это поставить лайк и оставить любой комментарий под видео Ну а теперь переходим ко второй Интересной новости ВГ решила возвращать старых игроков в игру То есть Эта новость в первую очередь, конечно же, будет хорошей Для тех, кто давно забил на танки Ну и по какой-то причине все еще смотрит Мой канал У меня таких, судя по комментариям, очень много Которым просто нравится смотреть видосики мои Но в танки они уже давно не играют Так вот, ребят, ВГ сейчас считают Что их игра достигла того уровня Где им не стыдно пригласить вас обратно Что они для этого предлагают Для этого они предлагают мне Предложить вам бонус-код Просто бонус-код Который вы найдете в описании к этому видео Все, что вам нужно сделать Это перейти по ссылке, которая же там указана Вы можете самостоятельно перейти На сайт мира танков World of Tanks И активировать там этот код Так же, как вы вводите Invite-коды, бонус-коды и все остальные То есть, через личный профиль В самую нижнюю строчку В личном профиле То есть, активировать код Wargaming Ну, для того, чтобы вы это все не искали Я вам просто ссылку на активацию кода Wargaming Оставлю в комментариях под видео Тут же у кого-то из вас может возникнуть вопрос У кого будет работать этот бонус-код Ребят, сразу говорю Бонус-код не для всех То есть, этот код Только для тех Кто уже не играл в игру Причем не только в мир танков Но еще и в самолетики В кораблики В World of Tanks Blitz Ну, то есть, суть, я думаю, вы поняли Тот, кто не играл в проекты от Wargaming Более 60 дней Но в любом случае Мало ли там что-то вы где-то недоглядели Может быть, что-то как-то Если у вас бонус-код активируется Он у вас, значит, активируется У меня, например Ну, я каждый день с своего аккаунта играю Да, в танки Поэтому у меня он не активировался У тех, у кого больше 60 дней Соответственно, не было входов и игр Не в один из проектов Wargaming Этот код активируется Но это еще не все Нужно, чтобы еще на аккаунте в танках Было более 3000 боев То есть, твинки не прокатят, ребят Вот И, значит, у этих людей То есть, всего два параметра Они играли больше 60 дней И количество боев более 3000 У этих людей Код, который найдете Еще раз говорю, в описании под видео Почему говорю по несколько раз? Потому что переспрашивают Где найти код потом У этих людей Появятся в ангаре Специальные боевые задачи Проведя Значит, боевых задач будет 3 Первая боевая задача Это просто на 10 боев Количество опыта Их с полтора Небольшая плюшечка Просто, чтобы 10 боев Было интересно отыграть Вторая боевая задача Это после 20 боев Любых, неважно Победили, проиграли Главное попасть в топ-10 Своей команды по опыту Причем В топ-10 команды по опыту Нужно попасть Почему? Ну, для того, чтобы не было Я так понимаю Ботов Всяких накруток Ну, то есть Зашли в бой, вышли Зашли в бой, вышли Как в бой сыгран Ну, для того, чтобы в топ-10 Попасть Надо сделать чуть больше Чем ничего Ну, и, соответственно Те, кто Провели 20 боев Получают Один день премиум аккаунта Не то, чтобы много Но, согласитесь Тоже приятно Особенно для тех, кто Давно не играл Ну, и, наконец Самый слог Те, кто отыграют 100 боев То есть Не обязательно Победа-поражение Главное попасть в топ-10 По опыту в своей команде Значит, те, кто Отыграют 100 боев Получают в аренду Премиум танк Восьмого уровня СТРВ-С1 То есть Шведская ПТ-шка Восьмого уровня А как раз Бой на этом танке Вы сейчас видите Я старался подобрать Специально, чтобы вы понимали Потому что Ну, те, кто До этого Ну, грубо говоря 60 дней уже Не заходили в игру Как раз где-то В начале марта Появилась стерва у нас Сначала в Еврокластере Где-то ближе к апрелю Появилась в Ру Кластере Они, скорее всего Этот танк даже не видели Так что, ребят, вам Кто выполнит Эти условия И подходит Соответственно Под них Дадут этот танк На три дня В аренду То есть Три дня Вы сможете его Хвост и гриву Катать Фармить Соответственно Серебро Опыт И прокачивать экипаж Все-все-все У вас будет Ну, как полностью Танк В вашем распоряжении На этом, в принципе Все, что я хотел Про новости рассказать Я рассказал То есть Еще раз напоминаю Лайк, комментарий И вы принимаете участие В розыгрыше голды Который приходит Сразу в нокаут Если вы выиграете А еще раз говорю Выбираю победителей Совершенно рандомно Публикую победителей Вконтакте Даже если вы не будете За этим следить Ничего страшного Потому что Еще раз говорю От вас больше никаких Кроме комментариев Лайка Ничего не требуется Значит Еще раз напоминаю Ссылки все В комментариях Под этим видео Еще раз напоминаю 60 дней неактивности И более 3000 боев Почему много раз Повторяю Уже не раз говорил Переспрашивают Много раз переспрашивают Теперь Я так понимаю Возможно У вас есть друзья Знакомые Которые забили на танки Ну поделитесь с ними Этой новостью Скиньте им видосик Этот может быть Их это заинтересует Если видосик перекидывать Не хочется Или нельзя Или не получается Можете просто передать Соответственно Код активации Это не имеет Никакого значения Каким образом Люди Смогут воспользоваться им Единственное Ребят Хочу отметить Очень важный момент Если вы Решитесь Все таки Воспользоваться этим кодом Да То сначала Убедитесь Что у вас Все активировалось То есть что у вас Появилась надпись Что бонус код Активирован И только после этого Заходите в игру Иначе Вы зайдете в игру Да В любую От варгейминга А потом этот бонус код Ну как бы Вы уже будете считаться Что вы Заходили в игру Причем По моему Сам заход в игру Не считается Считается именно Проведенный бой То есть Если вы зашли И провели бой То после этого Бонус код Ну вы считаете Что вы уже поиграли То есть И опять вам придется ждать 60 дней Чтобы этот бонус код Для вас был Актуален Причем я не знаю Сколько он будет действовать День, два, неделю, месяц Так что Может быть Он навсегда Работать будет Может быть Через неделю Он выключится Я не могу Точно сказать Но думаю Что около месяца Он работает Ну и теперь Немного информации Для тех Кто не понимает Что за премтанк Такой СТРВС-1 Это шведская ПТшка Восьмого уровня С очень интересной Механикой Работы Пневмоподвески То есть Как вы видите На экране клавиши Х Может быть Кто-то вдруг не знает При нажатии Этой клавиши ПТха останавливается И переходит В осадный режим В осадном режиме У него значительно Возрастают Параметры По урону В минуту По времени сведения По моему И так далее Поэтому Эта ПТха Играет в двух режимах Это режим передвижения И режим осадный При этом Только в осадном режиме Она может эффективно Наводиться на цели Потому что Орудие жестко Закреплено в корпусе Поэтому в походном режиме Стрелять Целиться Ну практически невозможно Радо что на автоприцеле И то очень-очень плохо И вероятность попадания Крайне мала Но вот когда ПТха Перейдет в осадный режим Она способна На очень и очень многое Во-первых Это самое большое Бронепробитие Среди по моему Всех ПТшек Восьмого уровня А уж Из премиумных Тем более 288 миллиметров Бронепробития Это просто Десяток Можно прямо в лоб карать Неплохая альфа Средняя Ну Ни много Ни мало Около 400 Не будем В мелкие Вот эти вот подробности Впадать Просто запомнить Что около 400 Все равно Плюс-минус 25 Разброс По Вылетевшему урону Для всех танков Никто не отменял Очень хорошая точность На любой дистанции Практически Молниеносное Сведение Опять же Только в осадном режиме Делает эту ПТху Очень неплохим Дамагером Как вы видите В этом бою Игрок неплохо Так себе Наносит урон Кроме того Когда ПТха Находится В осадном режиме Напоминаю Если кто-то забыл Механику работы Шведских ПТшек Или вдруг ее не знал И не двигается Вот как у нас Игрок сейчас Взад-вперед А просто вращается Вокруг своей оси У него Не слетают Ни маскировка Ни Соответственно Маск-сеть И не отключаются Стереотрубы Поэтому я Крайне рекомендую На этой ПТшке Возить стереотрубу Соответственно Маскировочную сеть Потому что Вы таким образом Будете очень далеко Видеть Очень хорошо Маскироваться Еще раз Думаю Из набора модулей Уже очевидно Что ПТха Не подходит Для ближнего боя Она играет От дистанции Может сама себе Конечно подсвечивать Но предпочитает Работать по засвету Союзников Ну и третьим модулем Рекомендую Досылатель ставить Сведение не нужно Я еще раз говорю Сведение здесь Просто молниеносное Оно очень быстрое Поэтому нет смысла Ставить сведение На это там Трубы Маск-сеть И досылатель Вот идеальный набор Для этой ПТшки Ну а что касается Броней То здесь Скажем так Очень-очень-очень Большие углы У ПТхи Солба Но при этом Тонкая броня Поэтому если по вам Стреляют танки У которых Калибр орудия Больше 90 мм Они вас в легкую В любую проекцию Пробивают Все танки Там СТшки Более низкоуровневые Или просто СТшки У которых Калибр орудия Меньше 90 мм Соответственно Они скорее всего Не то что вас Не будут пробивать Они будут зачастую Просто рикошелить Хотя опять же Вероятность пробития Небольшая существует Ну и наконец Наверное стоит Пару слов сказать Про подвижность Машины В осадном режиме Подвижность Просто удручает То есть ее практически нет 95 Т95 Вас сможет обгонять Даже задним ходом Наверное Ну а в походном режиме Подвижность неплохая На уровне Неплохой СТшки Но конечно же До Е25 Далеко На этом у меня Все новости Сегодня закончились Рассказал про новые Фишки на моем канале Рассказал про новые Фишки от ВГ И возврат игроков Опять же Это не привлечение Новых игроков А возврат игроков Которые ранее играли Но по какой-то причине Забросили игру И даже умудрился В этом видео Еще раз провести Маленький гайд По шведской Премиум ПТшке На этом у меня На сегодня все Надеюсь вам было интересно И познавательно Оцените это видео Лайками и дизлайками Подписывайтесь на канал И до скорых встреч